всем привет и добро пожаловать на мой канал меня зовут юля сегодня мы вместе с вами будем тестировать палетку от анастасии beverly hills в коллаборации с джеки айна я планирую сделать наверное три или быть может даже четыре макияжа с данной палеткой я сделаю макияж в коричневых оттенках при помощи оттенка спонсор вот такого сделаю макияж в оранжевой гамме при помощи от этого оттенка также сделаю фиолетовый макияж и быть может какой-то розово-фиолетовый в общем будет интересно также мы будем с вами тестировать румяна от нарс помаду нарс audacious тин для губ нарс и вот такую матовую помаду в стике тоже от нарс ну и заодно протестируем блеск для губ от бренда clorans и в конце видео я конечно же выскажу свое финальное мнение по поводу всего что упоминалось в этом видео так что если тебе интересно то обязательно продолжай смотреть а мы поехали первый макияж я хочу сделать очень простым и повседневным тот который я уже несколько раз делала на работу это будет макияж в оранжевых оттенках и самым главным оттенком будет вот этот вот оттенок зам это красивый абрикосово-оранжево-персиковый оттенок я его просто обожаю он наверное любимый в этой палетке и так я беру вот этот оттенок джинджер и наношу его в складку все тени я наношу без базы я не считаю нужным тестировать палетку с базой так как я и повседнев так как я в повседневной жизни тоже в общем-то тени наношу без базы и любое читерство сейчас будет я считаю неуместным дальше я возьму вот такой вот оттенок edges и совсем чуть-чуть добавлю его во внешний уголок если вы слышите шум на заднем плане то это бесится коты извините ничего не могу с ними поделать и теперь на все подвижное веко я нанесу вот этот потрясающий оттенок посмотрите просто насколько это потрясающе красивый оттенок жалко что камера не передает даже в половину то насколько он мерцает таким вот абрикосово-персиковым цветом и в уголочек глаза я совсем чуть-чуть добавлю вот этого оттенка за кадром я уже нанесла вот такую тушь это у меня миниатюрка от benefit roller lash мне лично она не очень нравится но просто она сейчас единственная попалась под рукой и давайте с вами протестируем сейчас блеск от clorans просто обалденный блеск это что-то мега ухаживающее оно наносится невероятно мягко маслянисто губы просто дико напитанные и при этом добавляется еще такой небольшой красивый шиммерный блеск в общем это обалденно и вот так как сейчас я бы вполне пошла на работу и даже и буду так ходить вот такой первый образ у меня вышел следующие два макияжа я хочу сделать на одном лице и они будут в розово-фиолетовых оттенках на этом глазу я буду делать фиолетовый макияж и поэтому сейчас я возьму оттенок big wig я очень боюсь это делать потому что фиолетовый оттенок крайне сложный и здесь прямо таки могут быть проблемы но вот как-то так он нанесся в целом неплохо но оттенок определенным пятник и в некоторых местах залипает с этим оттенком все очень трудно потому что фиолетовые в целом это трудные оттенки это прессованные пигменты это не тени и соответственно когда вы берете подобный оттенок в руки с ним лучше работать по технике темного к светлому нежели чем от светлого к темному дальше я беру оттенок пинки и наношу его чуть выше фиолетового и дальше я возьму оттенок supreme это же им чуть-чуть аккуратненько потушу и на все века я конечно же нанесу вот этот вот оттенок ярко-ярко фиолетовый попробую сначала сделать это кистью а наносится получается бабах как он осыпался вот посмотрите вот здесь вот прям таки видно такое темное пятно возьму пальцем и на внутренний уголочек добавляю опять светлый оттенок осыпание первый макияж в фиолетовых оттенках готов я пока не буду добавлять накладные ресницы может быть я это сделаю потом после того как нарисую второй глаз на втором глазу я хочу сделать более розово-золотой макияж так что посмотрим выйдет это у меня или нет я беру оттенок supreme и наношу его в складку дальше я возьму оттенок pinker и нанесу его чуть чуть пониже и во внешний уголок теперь я буду наносить консилер от джоэр на центр века и вот этот светлый оттенок я нанесу поверх консилера снова беру оттенок supreme и чуть-чуть подчищаю границу на нижнее веко я нанесу вот такой вот рыжий оттенок и немного коричневого и так я уже вернулась с накрашенными ресницами и приклеенными в общем то и сейчас я вам предлагаю нанести румяна и нанести вот такую помаду в стике от нарс и тинт снимаю сначала помаду от clorans итак давайте пробовать вот этот стик очень мягкая нежная приятная помада потрясающая формула губы напитанные губы увлажненные и никакой сухости не ощущается и естественно она не подчеркивается теперь давайте наносить румяна вот я возьму кисть свою от real technics извините она не самой первой чистоты я переборщила с румянами и поэтому я их чуть-чуть прячу затоном и теперь давайте попробуем вот этот вот тинт я все эти средства уже пробовала до этого когда красилась на работу так что в конце видео я вам смогу дать действительно объективную оценку того как они носятся в течение всего дня и вот так выглядит дуэт получается матовые помады и тинта тинт хорошо выглядит поверх матовой помады но один без подложки без помады под ним он к сожалению совсем не работает он сливается с цветом губ он становится какой-то полупрозрачно водянистый и стоит вам только-только попить чай попить водички покушать и все этого тинта уже нет он не оставляет ни оттенок неприятное ощущение на губах не какое-то чувство увлажненности он просто сходит и остаются у вас только простые сухие губы ну что ж мой второй образ готов здесь у нас целых два макияжа фиолетовый и вот такой вот непонятный в общем лично я не зафанатела от этого образа мне не понравился не этот макияж не этот возможно это слишком ярко для меня это не то что я привыкла делать и не то что я бы наверное хотела делать но окей допустим я вышла из зоны комфорта мне не очень нравится то что вышло но зато я вам показала розовую и фиолетовую гамму данных дан данной палетки что касается непосредственно цветов которые мы использовали фиолетовый оттенок просто пипец какой сложный я уже несколько раз на него споткнулась я делала первые фиолетовые макияжи и они были просто ужасные я несколько раз даже их стирала потому что неправильно использовала фиолетовый оттенок его нужно плотно наносить его ни в коем случае не нужно тушевать в общем это и ну и как я уже сказала с ним нужно работать только от темного к светлому если вы нарушите хоть одно из этих правил то у вас будет на лице жесть и скорее всего ничего симпатичного из этого не выйдет красивый шиммерный фиолетовый оттенок к сожалению жестко осыпается оттенок пинкер ну такое честно говоря я им совсем не впечатлилась а оттенок supreme очень даже симпатичный такой барби розовый оттенок который хорошо тушуется и который ну отлично будет сочетаться довольно таки с многими макияжами и последний макияж у меня будет зелененький с оттенком спонсорт для начала я беру оттенок джинджер и буду его наносить в складку века и на нижнее веко я тоже наношу этот же оттенок дальше я беру самый темный оттенок вот такой вот кредит и тоже буду его наносить во внешний уголочек и в складку и добавляю этот же оттенок совсем чуть-чуть на нижнее веко дальше так как я все делаю без базы для того чтобы зеленый оттенок был еще более яркий я нанесу все же чуть-чуть консилера на веко и и я сейчас смотрю в камеру и вижу то что она даже близко не передает то насколько и изумрудно-зеленый здесь перелив на камере это выглядит конечно более так блекленько и неинтересно но поверьте в жизни это просто бомба дальше я хочу добавить совсем капельку оттенка дволос на центр века и во внутренний уголочек я конечно же добавлю совсем чуть-чуть такую светлую сияшечку ну а дальше я завершу свой макияж при помощи ресниц и карандаша и подводки для глаз сейчас я вам предлагаю дальше нанести румяна и помаду снова беру те же самые румяна ту же самую кисть и чуть-чуть их добавляю и теперь будем наносить помаду аудейшос от нарс в оттенке и вот такой вот цвет помады очень легко она наносится очень кремово не подчеркивает шелушение и очень приятно сидит на губах кстати футлярчик здесь магнитный ну а теперь давайте обсудим все что я тестировала в этом видео палетка анастасии beverly hills и джеки айны ее я тестировала уже много раз я много раз красилась ею на работу так что сложила уже о ней определенное мнение палетка мне определенно понравилась матовые оттенки как всегда у анастасии beverly hills восхитительные они сами собой тушуются проблем с ними никаких нет однако вот эти вот оттенки они все же чуть как будто бы сложнее и их легче растушевать в грязь нежели чем обычные оттенки анастасии beverly hills розовые матовые оттенки здесь тоже такие не без проблем вот этот розовый supreme хорошо тушуется оттенок pinker не очень и фиолетовый оттенок ну логично для фиолетового оттенка он неплох но в целом с ним всегда есть какие-то проблемы но это не вина анастасии beverly hills это уже чисто это уже чисто вина фиолетового оттенка они все сложные и нет ни одного фиолетового который бы восхитительно тушевался шиммерные оттенки здесь воистину прекрасны это огромная огромная заслуга данной палетки очень красивые шиммеры вот этот холодный красивый коричневый литуэйшн подойдет просто буквально каждой девушке оттенок спонсорт красивый он у меня сейчас на глазах но с ним нужно заморочиться чтобы сделать хороший макияж просто так его бахнуть на века что-то там растушевать и пойти к сожалению нельзя вот этот оттенок я практически не наносила потому что он на мой взгляд самый менее интересный оттенок волос ну тоже интересный но совершенно не мой фиолетовый шиммерный потрясающий красивый но тоже сложный с ним нужно делать какой-то особенный макияж это не на повседневку красный я практически не пробовала и вот эти два это великолепные оттенки вот этот светлый естественно идет обычно в внутренний уголочек или же как я делала в розовом макияже можно на все веко бахнуть с консилером и тоже будет хорошо а оттенок зам ну вы поняли это теперь мой любимый оттенок несмотря на то что я покупала эту палетку именно из-за оттенка спонсорт зеленого коричневого дуохрома но на самом деле любимым моим оттенком все же стал именно этот именно этот потому что во первых он невероятно красивый во вторых с ним не нужно заморачиваться и в третьих макияж с этим оттенком делается буквально за две минуты и выглядит он просто охренеть как красиво поэтому он и стал моим любимым в целом палетка хорошая мне она определенно нравится я буду ей пользоваться и буду часто но здесь есть несколько но во первых некоторые оттенки все же осыпаются немного осыпается коричневый немного осыпается спонсорт немного осыпается вот этот фиолетовый во вторых если вы не пользуетесь базами то к середине дня у вас тени скатаются не сильно но скатаются ну и третий момент конечно же если использовать без базы то к середине дня пигментация тоже начнет чуть-чуть уходить это в общем то стандартные моменты они относятся к каждой палетке анастасии beverly hills и и то же самое можно сказать практически любой другой палетки поэтому я не считаю это минусами конкретно этой палетки это просто минусы современных теней и все румяна румяна нарс меня не впечатлили они очень красивые они великолепно сводчатся просто как-то фантастически и нереально но к сожалению на мне они сидят плохо на мне они либо не видны либо я превращаюсь в морфушеньку душеньку и кстати как мы выяснили с девчонками в комментариях под одним из моих предыдущих видео у этих румян есть аналог а именно румяна милане люминосо люминосо это более персиковые румяна точнее нет они именно персиковые они не розовые как вот эти но финиш очень похожий там тоже очень сияющий яркий финиш так что если вам интересно что-то вроде вот нарс но персиковые то милане люминосо это вот ваше средство что касается помад который мы тестировали но блеск clorans здесь все понятно отличный красивый ухаживающий блеск для губ он одновременно дает и красивые свечения он одновременно и напитывает губы и их увлажняет в общем на мой взгляд это скорее уход за губами нежели чем какая-то декоративная деталь но если вы любите какие-то нюдовые повседневные макияжи то вот это то вот это это отличное к ним дополнение помада audacious помада audacious великолепно просто великолепно я уже успела ее поносить изрядно на работе и мне очень понравилось очень красивый у нее цвет она великолепно держится она не подчеркивает текстуру губ она их увлажняет напитывает и не сушит я на работе успела попить несколько раз кофе чай воду успела покушать успела какие-то печенюшки съесть и к концу дня все равно помада была у меня на губах она конечно же была уже менее пигментированная менее яркая чуть-чуть даже съелась но все же она выглядела хорошо она не исчезла она не оставила контур лишь от помады в общем она неплохо выглядела и добавлять ее было вовсе не обязательно а таким образом вы наносите эту помаду только утром делайте спокойно все свои дела приходите вечером и ее стираете все минимальный расход и последние два средства которые мы тестировали это матовая помада в стике и тинт матовая помада в стике мне в целом понравилась как я уже говорила у нее очень приятная формула увлажняющая она не сушит губы но она все же чуть-чуть подчеркивает текстуру губ то есть вот эти вот все такие знаете небольшие впадинки она их подчеркнула так что если вас это очень смущает если у вас губы очень текстурные очень рельефные то такая помада вам не подойдет ну а если же у вас губы в хорошем состоянии то вполне себе можно попробовать тинт для губ меня разочаровал это что-то мега полупрозрачное лично с моим оттенком губ он сливается и таким образом вообще непонятно нанесено у меня что-то или нет и это выглядело очень странно это и не блеск это и не уход в общем я пришла на работу с этим тинтом пару раз попила водички чай кофе и все к середине дня у меня на губах уже ничего не было у меня не было ни оттенка ни этого тинта просто у меня были мои простые обычные слегка подсушенные причем губы в общем сам по себе тинт ни о чем но его можно использовать в тандеме вместе с вот этим вот стиком тогда это будет хорошо это выглядит тогда красиво пигментировано интересно но все равно будьте готовы к тому что тинт у вас быстро съестся и исчезнет в общем сомнительная покупка вот этот вот тинт если вы его особо сильно хотели приобрести то я все же вам советую 10 раз подумать а надо ли оно вам ну что ж а на этом все большое спасибо всем кто досмотрел это видео до конца очень надеюсь что оно вам понравилось если это так то ставьте лайк подписывайтесь на канал и всем пока пока пока